Доброе утро. Ситуация у нас напряженная. У нас в общей сложности число лиц, инфицированных новым коронавирусом, достигло 1529 по республике. За последние сутки 84. Из них 80 город Якутск и 4 единичных случая по разным районам. 14 человек у нас в тяжелом состоянии, один из них на аппарате искусственной вентиляции легких. За сутки у нас 32 человека выздоровело. Всего число выздоровевших уже 626, опять же, с начала коронавирусной инфекции. Конечно же, самая у нас сложная ситуация напряженная по городу Якутску. Именно ее распространение коронавирусной инфекции по Якутску сегодня как раз по показателям вывело республику на коэффициент распространения инфекции 1,77. Для того, чтобы мы могли говорить о какой-то стабилизации, конечно, этот коэффициент должен быть в районе единицы. Поступает много жалоб на нарушение работы магазинов, киосков, различных торговых павильонов. Есть даже торговые центры, которые в нарушении всех норм сейчас пытаются работать. Оперативным штабам дано поручение и правоохранительным органам, контрольным назорным органам, органам местного самоуправления все эти нарушения пресекать. Мы должны понимать, что нарушение режима самоизоляции сегодня как раз не позволяет городу Якутску стабилизировать ситуацию по коронавирусу и в целом всей республике. Очень много случаев, когда именно выезжая из Якутска, люди заражают людей в районах. За последние сутки было несколько таких случаев. К счастью, все они были выявлены на ранних стадиях и локализация по заражению пошла. И, конечно же, я обращаюсь и к жителям Якутска, и к жителям Якутии. Сегодня у нас дети завершают обучение в школах. Вот сейчас всю неделю идут последние звонки. Со следующей недели наши дети, школьное образование этого года закончится, учебный год закончится. Соответственно, надо обязательно проследить за тем, чтобы дети наши не оказались потом уже предоставлены сами себе, не вышли на улицы. Общественное пространство. Это, конечно же, как показывает опыт в других регионах, приводит к достаточно быстрому росту, опять же, заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых. И не надо забывать, что у нас 29 июня уже первый экзамен по ЕГЭ. Особенности, конечно, надо беречь выпускников, потому что выпускники, на мой взгляд, вообще должны находиться практически в режиме полной самоизоляции для того, чтобы к экзаменам подойти все с оружием, подготовленными. Иначе, конечно же, не дай бог, если заболеют, не смогут участвовать в экзаменах, конечно же, это перечеркивает шансы наших детей на участие уже в вступительной процедуре в ВУЗы в этого года. Ну и, конечно же, затрудняет им жизнь в последующем. Поэтому здесь и родителям, и вообще всем нам надо быть очень ответственны по отношению, в первую очередь, к своим детям и к выпускникам особенно. Спасибо.